Приветствую вас, Анна. Давайте разберём ваш вопрос. Вы просите нас помочь вам в себе разобраться, но не задаёте вопросам и не обрисовываете конфликт противоречия. Которым бы мы должны были помочь вам разобраться. Себе. Его нет. То есть есть ситуация. Встречались с молодым человеком, он вас устраивает, а значит, вот, потом, значит, вы беременеете, происходит выкидыш, родители настраиваются против него, говорят, что ему удобно и так далее, а с вами не собираются жениться или там создавать семью. Вот. И я не очень, если честно, вижу связь между тем, что у вас случился выкидыш, тем, что родители настраивались против него и тем, что он не хочет создавать семью. В том смысле, что, ну, вы забеременели как, да? То есть, ну, как, как, как вы, ну, не в плане, а физиологически, как вы забеременели, а в плане того, что была бы это случайность, или вы, или вы хотели забеременеть, или что, да? Да, в результате чего произошел выкидыш. Опять же, родители не могли сразу настроиться против него. Это так не работает. А, скорее, ситуация происходит так, что родители уже, видимо, что-то против него имели. Ситуация происходит так, что родители уже что-то против человека, молодого вашего имели. И ждали момента, ждали случая, когда можно, ну, вам это высказать. Вот. И дальше вы, собственно, говорите о том, что молодой человек говорит, что семья мне не нужна, но ради тебя я на это пойду, но только после того, как получаю образование, а образование не могу получить уже второй год. Да? Вот. И вот тут непонятно, с чего вы хотите. Если семью, то это больше про висшенность, с точки зрения психологии. Это больше про висшенность, это больше про... Ну, про восприятие, про восприятие как угрозы окружающего мира. Ну, вот, это больше про... Не контакт с вашей ответственностью личной, то есть, ну, тяжело вам как-то вот самостоятельно, да? Хочется на кого-то ответственность приложить. И плюс это следование, опять же, ценностям ваших родителей, которые почему-то делают упор на семью. Вот. И вы, с одной стороны, разделяете позицию родителей, но это позиция родителей. А вот, как вы относитесь к молодому человеку, и как воспринимаете его вы, и какое влияние на вас оказывает, допустим, родитель? Это очень большой вопрос. Чувствуете ли вы свою неуверенность? Чувствуете ли вы тревожность? Чувствуете ли вы, к примеру, подорваны с доверием после того, как у вас случился выкидыш к молодому человеку? И так далее. Вот вы говорите, что я понимаю, что материальные планы можно найти лучше. Это очень такое, меня тревожит то, как вы воспринимаете людей, меня тревожит то, как вы воспринимаете мужчин. Что значит, что можно найти лучше в материальном плане? То есть, ну, здесь вы по факту демонстрируете восприятие, восприятие партнера, как некого товара, как некое средство. Но и в том числе в духовном плане. То есть, вы говорите, что он меня устраивает, там, вот, он заботливый, там, в сексуальном плане устраивает. Вот, но всё это больше про то, что вы получаете от него. А в том числе и семью вы от него, судя по всему, требуете. Вот. Вот. Но, что вы хотите для человека? Если вот, что это, что вы хотите для человека? Самое что, вот у меня, по прочтению вашего текста, появилось впечатление о требованиях к нему. То есть, вот у нас есть к человеку ряд требований. В том числе и, вот, ну, по виду родителей. То есть, в том числе и с точки зрения родителей требований. Да? То есть, вы, вот, требуете, а, чего-то, ну, мотивируя, это родителям, родительские позиции. Вот. И, вот, в целом, чуть вот такая, вот, знаете, как бы, независимость, да, от родителей. То есть, вот, то есть, они говорят, на вас это влияет. И мне кажется, что, в первую очередь, нужно научиться говорить «нет», а родителям. В первую очередь, нужно научиться говорить «нет» всем, кто пытается навязать вам ваши позиции, вне зависимости от того, кто, кто этот человек, ваш самый близкий или случайный проходит, чтобы чувствовать себя в безопасности. Во-вторую, во вторую очередь, если я брав, нужно поработать с личной ответственностью, чтобы она была не в тягушке, чтобы не было такого острого стремления к семье и к ребенку. В-третьих, это учиться принимать себя и окружающих людей такими, какие они есть, без попытки их изменить, без попытки изменить себя. И вот тогда уже вы сможете сделать выбор после того, быть вам с этим человеком или нет. Но не с точки зрения того, что можно найти лучше кого-то, а с точки зрения того, хотите ли вы что-то делать для человека, хотите ли вы что-то отдавать человеку, понимаете? Чем-то, ну, чем-то делиться с ним, грубо говоря. Вот это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.